Истоптанный дневник Мы сражались в восточной галереи, а многочисленные портреты наших предков равнодушно наблюдали за кровопролитием. Алхазред, пламенное сердце нашей дружины, отправил на тот свет немало врагов. Я остро ощущаю его отсутствие и помню, как обмочился, когда его безжизненное тело упало на земь с предсмертным воплем, врывающимся из окровавленного рта, потому что какой-то злодей ножом пропорол ему легкие. А все же мы победили и движемся дальше. Хивл, добрый друг, примерный боец, прошедший королевские войны и множественные стычки в этих залах, встретил свой печальный конец. Мы вдвоем искали святилища и порядком устали. Как оказалось, усталость может лишить жизни. Хивл не заметил механизма, который выпустил шипы, пронзившие моего товарища. Он медленно умирал у меня на руках, еще один из полин, павший в этой безумной погоне. Теперь я остался один, измученный, но не сломленный. Я иду дальше. Я сам стал отомщением. Все сектанты отведают мои палицы, а бандиты испугаются моего рева. Их намного больше, что правда, то правда. А еще я истощен и, кажется, схожу с ума. Но я буду идти вперед до последнего вздоха. И тех, кто осмелится сквернить мой великий дом, ждут невыносимые муки. Ах, утрони. Пора гасить факел. Я не боюсь тьмы. Это мой дом. И горе незваным гостям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok